всем привет меня зовут мария вы попали на мой канал лучик солнце я не знаю зачем записываю это видео но просто так мне захотела записать какую-то такую болтовню мне хочется с кем-то чем-то поделиться хочется пообсуждать но я не знаю с кем мои девчонки сейчас мама и сестра не находятся в турции отдыхают отдыхают с другим чему я очень рада воскресенье не уже возвращается но все равно вот я не знаю с кем мне поделиться или вообще надо с кем-то делиться поэтому решила записать сейчас вот такой ответе какую-то свою болтовню потому что мне хочется с кем-то поделиться с кем-то поразговаривать и вот и я нашла такой оптимальный вариант это поговорить со своей камерой я не знаю если я выклад выложу это видео на youtube или нет но по крайней мере я надеюсь что мне станет легче что я поговорю с ней с камерой со своей вот потому что другим и с другими людьми я не могу и не хочу разговаривать вот с того наверное самого главного что с декабря с декабря 2017 года нет ну правильно с конца года 2017 года мы с мужем начали думать начали думать ну да начали пробовать начали думать не знаю поразмышляли на тему третьего ребенка у меня двое сыновей старшему 10 лет младшему 7 лет и сейчас у нас каникулы и пацаны в сентябре уже пойдут старший сын будет в пятый класс младший сын пойдет во второй класс вот поэтому время прошло достаточно много 7 лет вот и мы начали подумывать о втором ребенке что мне мешало дум о третьем ребенке извиняюсь что мне мешало думать третьем ребенке раньше это панические атаки в 2012 году у меня начались панические атаки и они перевернули все мое мировоззрение все мои ценности какие-то все мое мышление и так далее ну короче не перевернули все снимать видео потому что я сейчас сижу на работе я плохо выгляжу без макияжа потом я не знаю что происходит но я вся в герпесе да у меня один выскакивает один проходит другое выскакивать это не проходит другой выскакивает я не знаю с чем это связано но сейчас разговор тоже не рпися король начиная уже наверно в четвертый раз в декабре 2017 года с мужем начали наши попытки вот и попытки наши как видите сейчас у нас уже июнь месяц и я до сих пор не беременная у меня неравномерно цикл поэтому я не знаю сколько у меня там длится мой цикл 28 не 30 33 то есть он бывает и 28 он бывает и 30 и 30 дней на 32 33 я хочу сказать что вот в декабре когда мы начали пытаться я такая сказал господи лишь бы у меня не было никаких задержек потому что когда мы в первый раз с первым ребенком когда мы с мужем тоже пытались вот у меня тоже постоянные были какие-то задержки мы каждый месяц покупали вот эти тесты и до такой степени что я на эти тесты просто смотреть не могла вот мне казалось что даже если я буду беременна он будет мне показывать отрицательный вариант и так далее вот и поэтому я сказала что как бы я не хочу никакие задержки чтобы мне как-то не ждать не надеяться знаете когда есть задержка там один-два дня то женщина начинает уже надеяться начинает как как так как то уже себя настраивает то что может быть и да у нас все получилось у нас то и начинает чувствовать вдруг какие у это там симптоматику типа как головокружение небольшое или у нее повышается аппетит или тошнота такая небольшая какая-то может быть это просто тошнота было что знаете наелась как свинья переела вот и тошнота вот и все в принципе все у меня было все хорошо все у меня было во время чему я была очень рада вот в мае что у меня было в мае мне кстати есть даже влог тоже я на работе болта меня такая и я говорила что в мае я сделала 6 тестов на беременность да это было правда у меня была большая задержка задержка было больше неделю 8 дней по моему не было задержка то есть я вернулись перебили мой рассказ приехал муж привез мне тормозок и пришла их клиентка вот так я возвращалась я не знаю на чем я остановилась я не помню и сейчас не хочу это возвращать потому что я уже хочу записать и просто все то что мысли мои сохраненные за все это время вся информация с которой я хочу поделиться вот у меня тут такая вот все вылазит как будто с головой такое ощущение и я не хочу ничего забыть так вот в мае сделала 6 проверок на беременность которые были все отрицательные беременности что еще хочу сказать что все во все месяца ну к примеру него все месяца ну где-то наверно в апрель вот и май может быть даже март вот мне постоянно снилось так как я еще сидя на работе когда не было работы много смотрела всяких на ю тубе всяких видосиков там американских блогеров когда они делали домашние тесты на беременность и так далее ну наверно знаете вот и мне это так нравилось это смотрела для меня это было тоже в радость как и тем людям которые делали эти тесты вот короче мне доставляла это большое удовольствие вот и всегда мне снился один и тот же стол что у меня тест положительно но в конце концов конечно в реальности в реальности отец было отрицательно то же самое было у меня и знаю мне снится сон как будто у меня очень много тестов на беременность как будто я в туалете такой ванном помещении какой-то на раковине вот у меня стоит несколько баночек в которых есть по несколько тестов для беременности все эти тесты для беременности у меня вроде как и положительные а потом непонятно что и как будто это все размывается я это не вижу но я вроде говорила что да вроде это были две полосочки но что-то такое короче вот такие вот сны у меня были которые тоже меня как-то или путали или не знаю что или я себя запутывала поэтому у меня снились такие сны ну короче вот такой вот у меня все было в одну ни разу когда вот у я сон у меня был что у меня выходит две полосочки то есть никогда мне не выходило две полосочки это же вот эти вот вот все свои сны рассказывала своей младшей невестке она мне говорит а ты знаешь мне тоже снился то что я делал тест на беременность беременность во сне у меня было отрицательный но а в реальность он получился положительным вот поэтому я знаю мне как-то бабушка у нас бабушка жила на украине мама мне с украины вот я помню что мы бабушки всегда рассказывали свои сны и она их как-то вот комментировала то есть она как-то их понимала наверное я не знаю и вот я помню что бабушка нам говорила что иногда во снах если там тебе снится что нет или там ты примеру от экзамены какие-то да то что ты получишь двойку то ты получишь на экзамене пятерку вот такое то есть во сне может быть наоборот чем в реальности то есть к примеру если во сне ты смеешься в реальности ты будешь плакать или наоборот если во сне ты платишь то в реальности у тебя что-то будет какое-то счастье и ты будешь радоваться и смеяться вот ну таких вот полно нюансиков такие которые я помню что мне бабушка рассказывала ну вот и и то же самое получается что когда мне снилось во сне что у меня положительные результаты в реальности был отрицательный результат и то же самое когда я рассказала своей невестки то она говорит а у меня было наоборот а что мне приснилось что у меня положительный результат у нас отрицательный результат извиняюсь но в реальности он был положительный вот теперь у нас нас так забудем месяц май забудем моих 6 проверок конечно вот этот май меня как-то выбил из колеи и мне все как-то надоело я даже перестала все записывать что там нужно записывать в свой календарь который у меня есть приложение на телефоне вот и то есть я перестала смотреть когда у меня должен должна быть предполагаемая овуляция там что и как и сколько дней когда у меня должна быть менструация так далее я вообще в этот календарь не заходила я жила спокойно и как-то жизнью когда там было когда не было понимать я ничего этого не записывала потому что как бы я сказала что пять месяцев я записывала и мне это ничего не дало вот поэтому я перестала все записывать то есть мне надоело вот мы жили с мужем так как мы хотели как бы свое удовольствие у нас не было там типа такого что там давай у нас скоро будет там овуляция ли это найти как работа такая какая-то без уха у нас такого в этом месяце не было календарь не вела и как-то мне было на него совсем пофиг я туда даже не заходила ничего не смотрела вот но предполагаемая менструация у меня должна быть 22 июня сегодня у нас уже 23 июня а то бишь у меня день задержки вот но для меня день задержки это не задержка потому что у меня как я уже сказала у меня все это не постоянная поэтому я ничего не знаю когда мне начнет что-то начнется но что я могу сказать что у меня нет абсолютно боли в груди хотя для меня это очень странно потому что каждый месяц перед менструацией где-то даже за неделю а может быть даже больше за 10 дней меня очень наливается грудь она очень чувствительная она мне очень болит вот в этом месяце у меня нет единственное что у меня болят вот здесь мышцы так как я занималась спортом отжималась вот и делала планку и у меня болят мышцы но это совершенно не та грудь не то боль грудная которая у меня происходит перед менструацией вот вот это мне настораживает на то что может быть у меня будет задержка вот чего я очень не хочу потому что задержка как вы понимаете это опять какие-то ложные там не знаю какие-то ложные надежды вот и так далее поэтому я хотела бы ну пускай там у меня будет два-три дня то есть как бы к этому я готова но больше там 2-3 дни а там к примеру чтобы у меня была задержка где-то неделю или больше к этому я не готова конечно я буду волноваться но решила для себя еще в том месяце что в этом месяце я раньше недели то есть раньше если у меня там не будет задержки 78 дней я не буду покупать не единые тесты ничего я не буду проверять вот только когда у меня будет там задержка больше недели уже может быть тогда я куплю и сегодня нас 30 м 23 июня извиняюсь 4 июля у моего мужа день рождения и я себе сказала вот как раз вот с 22 по 4 июля я там посчитала по моему это где-то 12 дней 13 дней задержки что-то такое вот я сказал ну в принципе для меня 13 дней задержки если у меня не начнется менструация то тогда да в принципе можно пойти купить тест и провериться вот поэтому раньше если у меня не будет естественно не начнется менструация то раньше 4 июля я покляла себе что я не буду покупать никакие проверки и никакие тесты вот для меня это . поэтому я сижу жду начнется менструация начнется не начнется значит куплю проверюсь думала ко мне заходит клиент но нет он просто человек прошел мимо моего магазина так вот насчет тестов я сказала так насчет ощущения для меня вот эти все симптоматики ощущения первые признаки для меня это все как-то я к этому не прислушиваюсь потому что я человек у которого есть манические так и сейчас слава богу их намного меньше практически нету но все равно симптоматика какая-то остается такая как постоянные усталости иногда такие какие-то неприятные ощущения в желудке даже может быть иногда тошнота то есть может быть я или переем или не доем или я буду голодная тут у меня начинается немножечко поташнивать то есть как бы в принципе у меня это всегда вот это вот осталось я хочу спать немножечко иногда как-то тошнота может быть тоже какая-то чувствительность к запахам иногда то есть все раздражительность чрезмерная там к примеру ну не знаю вот в принципе у меня это ну во-первых перед менструальным да у все женщины это могут быть вот такая вот симптоматика то есть это совершенно нормально какие-то там головные боли а может быть там не знаю ощущение чтобы просты ли и так далее вот то есть как в принципе я не могу считать это за какими-то признаки ранние признаки беременности вот то есть у меня всегда так у меня тоже такое было и перед и никакой беременности у меня не было поэтому как бы на эти признаки я я них не думаю я их как-то не замечаю единственное что в этой месяце отличалась от других месяцев что я могу до себя ну во первых то что у меня нету боли в груди вот хотя я как почитала в интернете то есть это плохо то что у меня нету боли в груди значит у меня там ничего не происходит потому что у женщины когда-то эмбриончик получается да там и плацента или что-то там прикрепляется к шейке манки к шейке матки то наоборот должна наливаться грудь на должна грудь болеть вот а если этого нету нету боли в груди то значит никаких там гормональных изменений у меня в теле не происходит но вот у меня нету боли в груди значит наверное никаких гормональных изменений у меня в груди у меня в теле не происходит вот единственное что я запомнила осталось у меня в памяти это то что где-то 2 после предполагаемой опуляции прошло два-три дня и у меня вниз внизу живота была такая вот боль знаете бурлящая как будто много газов собралось и вот там вот у меня там все бурлила именно внизу живота то есть верху а там желудок и все такое я не чувствовала никакого там вздутия то есть у меня все было нормально ничего такого я не ела но именно вот внизу живота как бы даут в придатках моих происходило там не знаю какую-то непонятно какая-то реакция шла мне только не было что меня там все бурлил а как будто много много газов собрала и это такое давала мне неприятные ощущения, я помню, что даже как бы я одевала штаны, застегивала свои джинсы, мне было неприятно, как будто я там давлю на что-то, понимаете, что у меня там какой-то шарик, какое-то там газовое образование, не знаю, что-то такое, ну, короче, мне было неприятно. И на следующий день у меня все прошло, у меня ничего не было, единственное, что у меня был жидкий стул, что меня как бы очень удивило, вот, потому что как бы ничего нового в своем рационе я не добавляла или не убирала, или не принимала, то есть ничего нового не было, все было как всегда, вот, но у меня был жуткий стул, вот это изменение стула, и потом тоже через несколько дней это все прошло. Вот, никаких у меня там пристрастий не было к еде, что-то там, я не знаю, я всегда утром, я всегда, когда просыпаюсь, утром мне хочется есть всякую гадость, вот, это моя большая проблема, и, наверное, по этой проблеме я не могу похудеть, как-то снизить веси, вот, то есть утром я ем всякую гадость, вот, ну, что, сейчас какая-то у меня, не знаю, меньше тягости у меня к сладкому, я не знаю почему, но вот сладкого мне сейчас не очень хочется, даже вот, когда сейчас я подумала о сладком, у меня такое-то какое-то неприятное ощущение в желудке, не знаю почему, вот, но чему я очень рада, может быть, я так думаю, я заставляю себя сейчас пить очень много воды, ну, по крайней мере, 2 литра воды в день я пытаюсь выпить, вот, и может быть, поэтому у меня проходит вот это вот состояние, то, что того, что я постоянно голодная, или что хочется пожевать, мне нет, вот я, если у меня начинает быть такое состояние, или какая-то думка такая, знаете, мысля появляется такой в голове, что мне хочется чего-то пожевать, там, когда я там смотрю на работе, или когда дома что-то, хочется что-то пожевать, нет, у меня не стоит бутылка воды, и я наливаю себе стакан воды, и выпиваю, и у меня все эти мысли проходят, чему я очень рада, может быть, как-то у меня получится снизить вес, так вот, вот это то, что у меня врезалось в мою такую память, это вот эти вот такие газы какие-то непонятные, которые боли, какие-то непонятные, которые у меня были внизу живота, потом все это прошло, потом у меня был жидкий стул непонятно от чего, вот, потом опять через 3-4 дня, по-моему, все прошло, и все, а потом у меня началась вот буквально 2-3 дня назад, у меня был наоборот, то есть то у меня был жидкий стул, а это наоборот, как будто мне было тяжело сходить в туалет, понимаете, что это такой небольшой запор, запора у меня так такого нету, но было такие какие-то сложности, я такая думала, блин, что такое, непонятно, то у меня понос, то золотуха, если можно так сказать, знаете, то жидкий, то нежидкий, непонятно что, вроде в рационе ничего не меняется, все как всегда, вот, ничего нового нету, вот, вот такие вот у меня, ну, все же, как бы я хочу заметить, что у меня сейчас один день задержки, вот, усталость, усталость, я уже сказала, что я не рассматриваю это как какой-то признак, потому что усталость у меня есть всегда, ну, сами понимаете, дети, работа, дом, жара и так далее, но единственное, что я могу сказать, что когда я могу себя чувствовать очень-очень уставшая, я иду спать, вот, и где-то 2-3 часа я не могу уснуть, я кручусь, я верчусь, мне то жарко, мне то холодно, то мне, не знаю, какая-то колючая кажется, что у меня подушка какая-то колючая, или простынка какая-то колючая, я это встаю, все, или мне неудобная, неудобная пижама там, не знаю, я начинаю переодеваться и так далее, я схожу, встаю, схожу в туалет и все, и так далее, ну, в туалет я тоже не смотрю, что это какой-то признак, потому что я часто бегаю ночью в туалет, так как я пью много воды, а сейчас, как вы понимаете, лето, арбузы, вот я, к примеру, вчера пришла с работы, и мне хотелось очень чего-то там скушать, схомячить, вот, и не хотела кушать ничего-то там, ну, типа булочек и так далее, вот, и передо мной стоял такой арбуз, я его разрезала, съела одну такую скилочку, вот, и чему я была очень рада, ну, естественно, потом я бегала в туалет, а еще я выпила ромашковый чай вечером без сахара, вот, естественно, после чего я бегала в туалет, то есть это совершенно нормально, почки, слава богу, нормально работают, вот, что я еще хотела отметить, что такого было, что такого было, сон, сон, который мне приснился сегодня ночь, я не знаю почему, но сейчас я, когда себя снимаю, у меня все черно-белое, я не знаю, что произошло, на что я тут нажала, я черно-белое, я не знаю, как это сделать, когда я переворачиваю камеру, то все нормально, вот, но когда я делаю селфи именно, то у меня все черно-белое, не знаю почему, что произошло, я не знаю, я нашла, в чем у меня проблема, ой, я упала, или вы упали, опять упали, так вот, нужно заканчивать со своим словесным поносом, потому что у нас сейчас 10 минут 12, как раз у меня сейчас пик работы, и постоянно, что я пытаюсь что-то уже закончить, что-то рассказать, и ко мне заходят люди, я выключаю камеру, и потом я уже не помню, с чем я закончила говорить свой рассказ, из чего мне нужно начинать. Так, снится сон мне, что я у своих родителей, не знаю где, но точно не дома, вроде как у своих родителей, я помню во сне папу, маму, сестру свою, вот, и я решила сделать проверку на беременности, и я взяла такой стакан, почему-то я, у меня был полный стакан мочи, не знаю почему, может быть я когда спала, и мне это снилось, я очень хотела в туалет. Ну, короче, я бросаю, прям вот у меня была такая вот палочка, знаете, тоненькие, есть такие самые дешевые проверки на беременность, вот такая вот полосочка тоненькая, и я бросаю это в этот стакан полный мочи, вот, и потом вылавливаю эту, папа мою увидела, ну, давай, давай, типа посмотрим, тут же мама подходит, говорит, давайте посмотрим, что там у тебя вышло, я такая смотрю, я говорю, нет, это отрицательный, как бы я вижу, что это отрицательный результат, это там тоже, что-то только непонятно, ну, короче, я вижу, что это отрицательный результат, беру это выбрасываю, я помню еще такое ощущение какое-то, естественно, какого-то разочарования, такое ощущение не злости, нет, а расстройства, такое расстройство, вот, и все, и я потом просыпаюсь, вот, я просыпаюсь, знаете, знаете, так вот, как после сна открываешь глаза, и такое, значит, ощущение, ой, а что это было, а мне приснилось во сне, что у меня отрицательный тест, а может быть, в реальности у меня будет положительный тест, знаете, сразу такие мысли у меня идут, ну, короче, я пытаюсь эти мысли как-то от себя отогнать, вот, потому что, ну, не хочу себя накручивать, сон, не сон, знаете, вот, может быть, мне уже, то сначала мне снились положительные, потому что я постоянно смотрела всякие видосики всяких американских блогеров на ютубе, вот, и у них там постоянно были положительные, то есть они снимали положительные результаты, естественно, поэтому мне снились положительные беременность на тестах, вот, ну, а сейчас после того, как я в мае сделаю 6 отрицательных тестов у меня вышли, поэтому мне, наверное, уже стало сниться, что у меня отрицательный тест даже во сне, вот, ну, вот и все, ребята, сейчас я буду выключаться, я не знаю, я, наверное, смонтирую то, что я все тут наговорила, а потом буду смотреть, выложу я это на ютуб или нет, вот, так что сегодня у меня один день задержки, посмотрим, что будет дальше, всем пока-пока!